приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут Владимир и мы продолжаем играть в европу не бросались 4 заречь посполитую тут недавно меня просили показать летописи вот эту статистику по странам в принципе ничего такого особенного в этой статистике не вижу тут только можно посмотреть смотрите вот по технологиям мы первое место занимаем за нами только Франция Чехия Ганзай Швеция Милан Викобритания потом Римская империя но по идеям далеко не первые самая первая это Франция Чехия мы отстаем все из-за вот этого плюс 20 процентов стоимости технологии переплачиваем так сказать ведь аж после Бурлунгии Новгорода и Арагорна мы идем так по рекордам что тут у нас самый больший в мире рекордов все остальные тихонько курят в сторонке казна у Гуронов самая большая ну куда им деньги тратить Финляндия откуда у них столько бабло Тибет а потом уже мы с Чехии инфляция у кого самая большая у Мальдии у них золото добывается из-за этого такая инфляция сумасшедшая в Крыму 28 процентов ого прилично у кого самая маленькая ну ясно так самые большие доходы у Римской империи да у нас всего лишь 138 доход у них 192 на 60 немножко меньше 60 монет потом Великобритания Португалия Франция потом уже мы ну вот такая статистика в принципе еще такое тут пока я решил немножко поиграть не на камеру финны начали войну с Римской империей ну Римская империя начала войну против Дании Финляндии Московии но не получит по шапке это 100 процентов также финны вышли из коалиции против нас и мы на них нападем так где-то экономика хобана чтобы союзников нету смысла призывать я и сам справлюсь так вот эту армию сейчас подтянем и наш флор подтянем финский залив сейчас наша армия наберет нет командующего принц вставай вставай у руля сейчас набрали боевой дух и вперед в поисках приключений так значит вот эта армия идет сюда сейчас ее разобьем на две так вход встает на блокаду так колонии а откуда у вас колония может быть тут уже все подеребанили как я вижу так у Хивы добавилась провинция там видно восстание было помните вроде бы и отделилась и отделилась она так крым не надо так шутить никто за финал не вступается где-то у них еще две тысячи ходят а вон так берем вот эту армию делим пополам приблизительно тут отряд идет сюда третий уровень тут пятый уровень ух ты ж пятый уровень тоже еще одну армилку разбили и еще одну и еще одну будем захватывать вот эти ребята занимаются избиением младенцев кстати у них демицинабжения должен был увеличится теперь они может довольно таки большими армиями ходить у нас тоже в принципе видите а нет клиент 56 56 56 что-то как-то не везде идет спокойно захват сейчас мы финнов завасалим и будем спокойно потом их присоединять все-таки три провинции и одна морская это очень неплохо так это что построилось а это я строю у нас же лимит флота больше стал за счет купаний за счет построек в виде шкули вот еще видите задание никакое не выбираю так рим рим мы не восстановим это слишком уж сложная задача тоскану мы можем установить а рим нет так есть вакшар вы обратили также я заключил союз с миланом захотели с нами заключить союз и мы в принципе совоселись ну что сильная держава я не против пусть будет хороший союзник он опять военную коалицию вступает ну скоро против вас будет коалиции вступать ребятки так фанатики бра бьем фанатиков какое-то развлечение прекрасная статуя Простишь на 50 процентов, только не так уже, давайте баблишко немножко поднимем, а заодно построим что-то, какое-то уникальное здание, вот это, например, снижение инфляции. Давайте уникальное здание и отрухаем его в Киеве. Понимаю, в принципе, куча бабла, на это пойдет, но надо, надо куда-то деньги из бюджета расходовать. Где у нас открыли? Транула. Опять фабрикуем претензии. Так, тут решим вопрос. Мобильный урожай. Конечно же сделаем лучшие инвестиции. Что-то не просто, даже упало немного. Римская империя. Уже мир? Уже мир? А че так быстро? А, они забрали вот эти островки, я так помню. Ганзы. Вот этот фюм забрали, да? Ну-ну. Так, с Японией и Московией заключается X. Так, стабильность не хочу. Понижать. А че у нас понизилась стабильность? Я ж Престиж выбрал. А-то, блин. Сколько, 44 года, да? Бывает. Повысим немножко стабильность, а то, ты зараза. Вот зараза, только потратился, сразу скинулась. Ничего не поделаешь, не буду пока больше тратиться. Так, вот эту армию сюда, так, риск восстания, иди сам. Значит идите, идите вот сюда ребята, надо разобраться. Так финны, вы когда согласитесь стать нам нашим вассалом? Не совасят с нами. Очень хреново. Очень не очень хреново. Видно сильные провинции. Ну что, туда выбор заберем. Так, соединяем. Где-то у меня блокаде стоит. Что, опять разрывали союзы. Коррупция в правительстве. Какая у нас инфляция сейчас. 4,6. Так, 52. Да ладно, блин. Подумаешь, один процент. Ага. Так, эти как они раздумают. Лучше улучшить отношения. Тоже стоит улучшить немножко отношения. С сербой нормально. Эти ребята отлично вообще. Эти тоже. Милан. Драка дипломатов улучшить отношения. И захватываем дальше финнов. Можно конечно их полностью присо... Не, полностью не придет. Там, 112 процентов. Две провинции я не хочу хапать. Эти три столика не надо. Только потом проблем. Не огребешься на это все. Начнут штормить со всех сторон. Ну давай, захватывай уже. Есть. Сколько? В принципе, нормально по сути. По... Пропускной способности. Опять крыль. Опять крыль. идет. Ну тут мощное укрепление. Так. Жмотик. Ну давай дополнительный налог. Здесь взяли выбор. О, полное присоединение есть. Польский вассал все-таки есть. Фух, слава богу. Польский вассал. Еще и бабла дашь нам. Вот так вот. Так. Загрессивное расширение. Забыл посмотреть, знаете, сколько получил штраф. Загрессивное расширение. Тут большой штраф должен быть. Ух ты, 206. Ух, ух, ух. 316. Ух, ух. Да, да. Османы что-то. 166. Агрессивное расширение. 180. А эти ребята. 102. Так. Водно. Эта армия идет. Видно. Девушка. Мива обратилась назад. Так, не принято. Еще одной провинцией надо обратить назад, это Тула. Танки. Надо что-то отгрохать. Фондовая биржа. Доход от налогов с 5. Где это? Вот тут. Пусть будет. 0,5 монеты нам дохода не помешает. Так, торговля в Аутийское море. Так, эти ребята могут. И надо снизить содержание армии. Вот так у нас очередной вассал появился. Так, и мы можем качнуть торговые идеи. Купца еще одну взять. Так, также можно еще административные идеи качнуть. Да. Это будут содержание армии. 10% ниже. И военные идеи. Боевой дух армии. 25%. Это я очень хотел. По идее, вот так вот. Боевой дух у нас будет теперь выше. Естественно, войска может больше. Ну, лучше сражаться, короче, бля. Вот так. Так, купец. Куда бы отправить купца? Так. Значит, тут у нас какое влияние. Угу, угу, угу. Так. Ну, где у нас купцы вообще? Где эта экономика? Торговля. Ну, вроде. А в Киеве нет. Так. Удивительно. Как-то так я не отправил купца в Киев. Может, там какая-то фигня случалась. Есть такие события, когда купцы уходят из некоторых торговых узлов. Так. 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 Сохранимся. Все-таки успешная операция прошла. Взяли, так сказать, три территории сразу. Особо не потратились на это. Так. Присоедините ржаву. Ага. Это будет нам задание. Так. И не мешало бы еще что-то отгрохать. Какую мануфактурку. Текстильное поместье. Давайте военную мануфактуру сделаем. Вот тут. В Ярославле. Пусть будет. Железо вроде бы, да? Да. Так. И у меня, в принципе, есть мысля готовиться к войне с Римской империей. У них, конечно, есть союз такой. В Сарагорном, Кастилии, Московии. Но у меня тоже союз есть. Османы заключили союз с Крымом. Удивительно. Все-таки разные религии. Там и затрали. Все очки на вас тратим. Католическая держава. Дико. Но в Европе это в порядке вещей. Надо будет заключить диастический брак. Так. Склад. Склад, конечно же, надо отгрохать. Чтобы больше у нас было влияния тут. Еще надо все-таки резистенцию коменданта достраивать везде. Вот тут в Ташке, например. Будем делать все от нас зависящее. Так. Мы контролируем папу, да? Когда уже будет вот этот сдохнет 72-летний? В армию. В армию. Вот блин. Товарищ. Так. Угу. 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 По 80. франция и наконец-то предложили династический брак когда у нас наследник появится это меня волнует честно говоря дай бог еще помрет король и конец державе а все может быть знаете это такое есть человек а тут нету его здесь мой кандидат вопрос кем повоевать еще но ответ очевидный только выходит римская империя можно еще с московией но блин это из крема можно игра по непонятной причине вылетела бывает такое 5 постройки надо на ново делать или нет склад резиденция коменданта не стойки те те что надо сделаны заложены так субрикуем претензии может поддержать повстанцев почему бы нет так все момент ты не скорее всего флотом перекинут больше нет никаких повстанцев раз фабрикуем претензии будем на все фабриковать пусть будет пригодятся так у нас лимит еще поднялся на 5 5 кораблей и 3000 суропутных войсках так значит кинем по тысячи во все роды войск королевские мортиры подешевле ладно в новгороде забабахаем так надо бы наверно тут построить какие-то сделать полевой лагерь арканте лизом поднимем пусть будет так и тут отгруппы полевой лагерь пусть будет так а лимит у нас 240 тысяч рекорд ну чё нормально так погоните а ты с кем-то воюешь как-то активно и так занялись мне кажется будет война мекабритания молчит ну ясно мекабритания молчит так так тут уже нам не хватает очков опять так еще можно пять кораблей построить да я думаю каких лучше построить один линейный и четыре торговых вот тут один линейный тяжелых ребят раз два три четыре вот так пусть будет на белозеро потеряли крово ничего страшного поправимо так тут уже 22 тысячи Ливония вот так вот да нету пока больших воин все сидят тишкам-нишкам тут тоже начнет я вижу что придется начинать нам скорее всего так превосходные снасти стоимость фрегата ну чё так поздно вы когда я уже заложил строительство вот зараза выбивают и выбивают ничего с этим не поделаешь особенно можно только еще построить так специальное здание это где это внизу видона ну фактуру еще бы построить давай торговую компанию например в Виндрии пусть будет так отлично так давай Могилёв чупай ну пока вот тут подправим ну да москве разоблачает нас что-то как-то плохо наши шпионы дипломаты работают опять плава потеряли португальцы конечно жмут ну и ничё тоже будем сжать создали сфабрикуем сфабрикуем на что мы потеряли ну какую провинцию мы потеряли сфабрикуем а ну а то что-то протыкало немножко уже именами полезная дипломатическая карта чтобы увидеть где я ага на какие провинции у нас есть претензии да какие большие города видите соответственно у них хороший доход идет ух ты 9 монет почти 10 монет Иль де Франс тут у них столица шампань 2,9 тут сколько 4,2 4,6 3,1 где у них столица а вот бургундия 6,1 нормально так бомбит а тут 9,1 тоже вена вена даже отстает в этом плане 5,7 так не мешало бы еще что-то подгрохать но это пока не хочу строить что-то что-то так ратушу что-ли где там нужно что-нибудь вообще сделать неприступной территорию давай давай заодно четвертый уровень брохаем так давайте где-то вот тут в ладоге и дипломатическое здание хотя можно сухой док построить кубань пусть будет вот так вот как-то так так фабрикуем это обязательно на эту провинцию видите надо тут коридор сделать нам чтобы ходить в будущем к своим территориям спокойно опа опа все мои кандидаты так и надо улучшить отношения с нашим вассавом а то пока-то не обижаются на нас так не мешало бы заключить династический брак ой наследник наконец-то нас от династических браков должно быть куча наследников сколько нашим королю 47 я надеюсь он не умрет до того как наш наследник вступит на трон а то что-то в литве как бы любят умирать наследники точнее не наследники а короли так тут застраивается ну и наверное я буду закругляться уже в принципе в принципе ничего особенного тут я тут пока не происходит будем присоединять финнов и где-то по возможности будем воевать с римской империей так что всем спасибо за просмотр если понравилось можете ставить пальцы вверх и до встречи в следующей серии всем пока пока